Сына, иди кушать! Я не могу, пап, я читаю! Что это ты читаешь? Пиперски! Ай! Ты где таких слов понабрался? Языкознание — это всегда интересно. Когда ты лингвист, постоянно натыкаешься на какие-нибудь интересные факты о языке. Кстати, забыла представиться. А вы знали, что на всей планете насчитывается около 7 тысяч языков? Но это не точно. Только в одной Африке насчитывается около 2 тысяч языков, что уже составляет 30% от общего количества. Логично. Не правда ли? Кстати, об африканских языках. О них нам расскажет мой коллега Иван Кот. Привет! Короче, интересный факт. Когда европейцы впервые прибыли в Африку и услышали речь носителей кайстанских языков, они подумали, что это что-то среднее между человеческим языком и обезьянными перекличками. Однако, после серьезных лингвистических исследований выяснилось, что эти языки обладают сложнейшей звуковой структурой и задействуют огромнейший потенциал речевого аппарата. В некоторых из этих языков самое большое количество звуков на Земле — больше ста. Вау! Этим языкам присуща абсолютно уникальная категория звуков. Щелчковых согласных. Звук поцелуя. Цок они. Звук имитации стука копыт. И около 80 других щелчковых фонем. И, кстати, категория будущего времени в большинстве языков Африки отсутствует. Носители языка всегда говорят о будущем времени как бы с предположениями. Например, вместо фразы «Завтра я встречусь с тобой» это будет выглядеть примерно как «Наверное, я завтра встречусь с тобой» или «Завтра я хочу встретиться с тобой». Смекаешь? И поэтому это может порождать некоторые капсы. Африка? Чебуза. Думаю, вряд ли кто-то из вас слышал подобные вещи об африканских языках. Все эти щелкающие звуки. Как вы уже поняли, общение на африканском языке может быть довольно забавным и смешным. Кстати, о смешном. Рубрику стендап представляет мой коллега Кирилл Бауэр. Срочный стендап со смелым заявлением. Если у меня будут дети, они будут носить африканские имена. Клянусь, как минимум мой первый ребенок будет носить африканское имя. Не переубедите. Все почему. Сижу я как-то в южноафриканской библиотеке. Это невозможно. Да, такое бывает. Так вот, сижу, готовлюсь к тесту на платформе через книжки. Википедию заблокировали. Спасибо, Роскомнадзор. И ко мне подходит библиотекарь. Такой двухметровый, огромный, вот с такими глазами. Амбал. Говорят, в эту библиотеку не очень-то часто возвращаются во второй раз. Тут я начал понимать почему. Но сейчас не об этом. Понимаю, что он хочет ко мне обратиться. Хорошо, я обращусь к нему тоже. Но одна проблема. В его имени вначале стоит восклицательный знак. What? Чёртов восклицательный знак. Ладно, читаю дальше. Там вроде буквы, вроде всё понятно. D, O, B, I, L, E. Добеле. А для чего восклицательный знак? Насколько мне хватило образования, из учебника русского языка я помню, что восклицательный знак нужен для того, чтобы восклицать. Да ладно! Недолго думая, сидя посреди библиотеки, максимально громким шёпотом, я решил восклицать, смотря прямо в его огромные круглые красные глаза. Добеле, моя прелесть! Слушать повелителю прелести! В ответ на самом ломаном русском языке, который я когда-либо слышал в своей жизни, я получаю такое. Нарадуй, человек, не кричите в библиотеке. А если вы хотели произнести моё имя, оно произносится... Внимание! Клабеле! В его имени есть клик! Чёртов клик! Но это только полбеды! Как только я начал отходить от первой имени, он выдаёт... Эй, Чепудза! У нас есть что-нибудь поесть? Нет, ну это же просто гениально! Представляете? Вот назову своего ребёнка, к примеру, Александр... Владимир... Ну ли Чепудза? Вот представьте, идёт перекличка в школе. Итак, дети, ведём перекличку. Иванов Петя здесь. Здесь. Подобарёва Катя здесь. Здесь. Бауру Чепудза здесь. Мне уши заложило. По-моему, лучше, чем Светозар или Митяй Пересвет. Языкознание не было бы таким интересным и полезным, если бы неизвестные лингвисты. Ты, боже мой, право. Ведь язык всегда был предметом изучения учёных. И мы решили узнать, почему это так. Рубрику «Интервью со звездой» представляет моя коллега Соня Ухаботова. Стивен Пинкер Стивен Пинкер – это человек с большой буквы. Обладатель множества премий в области когнитивных наук и психолингвистики. Сегодня мы выйдем с ним на связь. Здравствуйте, мистер Пинкер. Приветствую вас, дорогие лингвисты. Очень рад отвечать на ваш звонок и, конечно же, рад отвечать на ваши вопросы. Начинайте. Расскажите, чем вы занимались до того, как стать известной фигурой в области языкознания? Это хороший вопрос, и я с большим удовольствием на него отвечаю. Я получаю докторскую степень в 79-м году, а с 82-й по 2003-й год я преподаваю в Департаменте мозга и когнитивных наук в Американском институте. Как вы думаете, почему вы стали знаменитым? Большую известность мне принести моя теория усвоения языка, исследование синтексиса, морфологии, ну и, конечно же, работа по изучению глаголов. Помимо этого, я не просто мыслить, я воплощать свои мысли на бумаге. Вы можете прочитать некоторые мои книги «Лучший в нас», «Язык как инстинкт», «Как работает мозг». Что вы можете посоветовать будущим лингвистам? Вообще, посещать все лекции и семинары по языкознанию, всегда делать домашние работы и никогда не разочаровать преподавателя. Екатерина Сергеевна, привет! А теперь познаем особенности китайского языка и проникнемся в китайскую культуру. Что же такое аммофоны? Если ты лингвист и ты действительно шаришь языкознание, то этот вопрос для тебя будет достаточно прост. О китайских аммофонах нам расскажет моя коллега Ангелина Иваникова. А вы знали, что в китайском языке, как и во многих других языках, есть слова, которые... Внимание! Произносятся одинаково, но пишутся по-разному и имеют абсолютно разные значения. Такие слова называются аммофонами. Возьмем, в пример, китайское слово «ши». Если мы услышим его отдельно, нам на ум могут прийти разные значения. От комнаты до города. А сейчас посмотрим, как справляется с китайскими аммофонами гугл переводчик. Вы очень интересны. Вот и все. Все рубрики закончились. Наша беседа подходит к концу. Сегодня вы наверняка посмеялись, подняли себе настроение. Ну и, конечно же, узнали кое-что новое. Даже если ты не лингвист, а обычный человек, который наткнулся на это видео, знай, языкознание открыто для тебя. Серьезно, не обязательно быть лингвистом или Стивеном Пинкером. Чтобы изучать язык, достаточно просто проявить интерес. С вами была Вероника Иваникова. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok